граница сейчас закрыта а вот здесь можно будет погулять как-то последнее время очень большие очереди на границе чтобы перейти в россию туда тысячи человек стоят здесь но несколько дней назад стояли с утра чтобы попасть перейти вот эту пешую границу для транспорта она закрыта потому что ремонт российская сторона ремонтирует на движение транспорта там автобусов машин вот и только пешком можно пройти и пройти довольно сложно люди стоят часами там нет туалетов там душно не сесть в общем это как бы очень тяжело сейчас там переходы эти какой-то день закрыли границу раньше что там было очень много народу и большая часть людей осталось буквально с этой стороны в нарвии вот здесь на траве где-то ночевали люди нарвитяне приносили им термос и еду пледы сложно почему такие задержки почему такие что там и как кто как говорит кто-то говорит что медленно эстонская сторона кто-то русский вот а здесь сейчас вот эта граница а у нас здесь впереди перед нами замок нас здесь такая как дорога по этому камеру так трясет а мои мою больную ногу еще больше очень интересно Продолжение следует... Ресторан Кинглестон. Макет Тетия. Макет, спрошу, смотрите, как красиво. Макет Нарва где-то перенесли. Я не знаю, где и старый-то был. А он наш папа. Я по оранжевой футболке его узнала. И вот такая стена. Давайте с вами в этот замок сходим. В башню. Как птица поет. Нарвамузем. Нарвский музей. Вон какая-то штука висит в небе. Как красиво прямо вот в этой стене. Вход сюда на территорию бесплатный. А там, наверное, платный. Ой, там все для эстонских. Вот эти всякая вязка, сувениры. А походить здесь можно посмотреть. Наверное, бесплатно. Здесь кафе. В Нарском замке. Можно подняться наверх. Давайте тоже поднимемся. Отсюда, оттуда. Сейчас мы с вами по лесенкам. Аккуратненько. Ну, вот это эстонская сторона. А там русская сторона. Ну, вот Россия. Машем вам, дорогие наши зрители и подписчики. Машем вам. И вот, видите, стоят люди в очереди на границе. Впускают, но не выпускают. Наша граница в Россию сегодня закрыта. А впускают из России, как бы, ну, грубо, домой. Люди стоят, видите? Это длинный километр этот граница там. По-моему, километр. Что километр? Передали вам привет, помахали вам. На ту сторону вы должны были видеть. По лестнице вот по такой сейчас с вами спустимся. И пойдем еще с той стороны поглядим. Помашем вам с той стороны. Какой шиповник шикарный. Прямо розой пахнет, наверное. А здесь что-то старинное. Печи, жернова. Как раньше муку добывали в жерновах крестимых. Покрутить можно. Граница. Вот там, наверное, концерт, но был там, наверное, вот скорее. А тут, наверное, наверняка тут, там они, тут, смотрели. Здесь очень красивый променад надо пройти. Вон идут, видите, по границе. Сейчас я вас увеличу. А, идут? Да, да, да. Как-то пускают, как-то пасть, пасть, пасть. Они идут в Эстонию, да. А из Эстонии не выпускают сейчас. А может, они возвращаются? Да, они из России домой. Или кто? А, там, не домой или как? Возвращаются или... Но они сюда-сюда идут, да. Мы же тут. Вот, видите? Вот, видите? Ну, а какая-то жернова. Здесь тоже какие-то устройства для раздувания огня, может быть. Так, здесь всё тяжело, я не могу тягать со своей спиной. Ай, как мило. Вкусница. Вкусница. И здесь что-то такое не вижу. А здесь какое-то кафе. Кафе. Ну, даже целое у нас. Эстонский бутербродик. Кейс, кей, кейл, 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 олейп, два евро. Донисы все по два. Хат-доги четыре с половиной. кофе четыре с половиной евро, американо два с половиной, капучино три, душно очень здесь жарко сегодня, людей много. вот еще одна смотровая на границу Альбурган, паркерст, курс Иоми, альбурган, Приятнаминцев, леса и гарные,леродобез. Покажу вам эстонский сувенир. Цена, здесь эстонская вязка, шапки длинные-длинные, стоят 45 евро, носочки, вот такие тапочки, 62 евро, сипсик, это эстонская национальная куколка. Сумочки разные, это эстонская все. Пахнет шерсть, это все натуральное, конечно же. 81 евро, вот такой свитер. Это мыло с овечьим молоком, это с календулой мыло, ромашковое мыло. Это украинская работа, наверное, украинцы делают. Рождественское мыло есть. Хитро, соль, лаванда, масло. Красивый билет. Билет 15 евро, вроде, в музей. Вот янтарь здесь, как яйцо или паучок, что это 28 евро янтарные с янтаря. Кто хотел из вас янтарь, вот, пожалуйста. Деревца из янтаря по 10-20 евро. На ложечке 19 евро, вон там тоже янтарь. Шапки. Варежки, очень красивые. Типичная эстонская вязка, вот такая. 51 евро. 51, 51. Это детский леп по 3, ну, как это. Божья коровка, 26 евро. И вот такие, смотрите, как красиво. Это изделие из дерева. Магнитики по 3. Керамика. А вот еще здесь изделие из янтаря. Кто хотел по 11 евро, по 17. 22 евро. Как съем на комикюменсенте. Ручки даже с янтарем. На эстонском янтарь будет мера вайк. Вот. Брошки разные по 14 евро. Бусы по 22. Ну, вот так вот в музей мы с вами не пошли. Вот здесь еще огромная территория, по которой можно погулять. И еще я знаю, что в Нарве есть красивейший променад вдоль реки. И там тоже мы с вами обязательно прогуляемся. Очень жарко, очень. Стрижи, ласточки. Между прочим, национальная эстонская птица. Ласточка. Вот здесь еще два колокола каких-то старинных. И российская такая же вот, но только российская крепость. Церковные колокола. Малый церковный. Отлит в Москве. А, Кристина. Сфотографироваться. Угу. ой здесь как красивый вид на российскую крепость на реку какие красивые виды ой как красиво вот это да вот это наверное есть променад вдоль реки я хотела я с той стороны хотела это другой променад я хотела с той стороны променад пойдемте погуляем здесь еще фонтан на выходе какой гуляем немножко просто по городу просто греть в округе я далеко то не уйду знаете со своей ногой кафе он какой-то видим а мы сегодня не завтракали даже и кофе даже не пили может быть нарва угостить нас кофе мы еще здесь какое-то местечко приехали подошли до кафе мы не дошли короче у нас кончилось время на машине на парковке мы вернулись так что мы все так же без кофе но время уже обеда мы даже сегодня кофе не попили так я хотела вам показать променад но он под нами как бы как-то туда надо чуть назад машина ну в общем сейчас я покажу отсюда здесь тоже красиво парк вот я вот про этот променад вам здесь новый отстроенный променад его здесь гуляешь вдоль реки вот как туда туда прыгнуть сейчас может может разберется как сюда проехать еще раз машу нашим зрителям из россии нашим подписчикам и креститам может вам всем туда он вижу вас вижу вижу на вот туда надо спуститься по лестнице и тогда ага поняла давайте все-таки туда сходим вниз красиво очень здесь просто красотища такая большая крутая долгая лестница для спины и ноги так это прямо пешеходная граница у нас перед вами перед нами с вами господи вот она люди идут и вот променад хочу вам променад показать не могу буду хромать еще дальше по лестнице вот граница люди идут на реке сильный ветер вот променад а у них чемоданах наверное что-нибудь российские лукошки и русские конфеты наверняка вот она на рово спустились мы как туда подниматься я правда не знаю про это я не подумал вот на рово граница пешеходная всякой этот новый отстроенный променад я много про него слышала и очень хотела посмотреть и по нему походить вот мы с вами уже на границе считается ведь переходит границу там а мы с вами тут на это россия то что я вам сейчас показывают российская страна я хотела там до фонтанчиков дайте дать их вот до этих тут как раз какой-то кафе но такой длинный променад видите да теперь вот это я хотела вам очень-очень показать пахнет что-то вкусно может нас здесь чем-нибудь на рву гости там мы чего-то не дошли ну вот как хорошо посидеть давайте посидим если тут местечки есть там какое-то питье все занятое алкогольное безалкогольное но как-то шашлык я не знаю чудо вам тут как-то забрели в какой-то гастроном так называется зашли здесь сразу аленка вафли лимончик на фруктозе для диабетиков кстати евро 10 капризуля тот торт вафельный здесь есть дюшес и кваса живого брожения квас 250 а дюшес евро 90 муж сразу взвыл хочу квас не квас этот дюшес дюшес очень вкусный здесь наверное эти русские пряники может быть есть сливочные топленое молоко ванильные мятные печенье кукурузу халва хлеб такой кирпичиками ой как здорово творог сейчас так жарко холодильник работает здесь вообще или нет здесь глубокая заморозка джика помаду рыба здесь рыба здесь копченая селедочка есть копченая рыба всякие курочки по 5 евро соуса по евро 90 здесь тоже по 69 центов даже что-то свиные какие-то штучки дрочки в общем такой гастроном очень приятно людей здесь очень много потому что здесь наверно вкусно тушенка по 260 бублики вижу публики бублик смотрите за 80 карбонат по 860 яйца 220 ветчинки разные а здесь колбаски сосиски гриль колбаски докторская по 840 вечерина рубленая что такое из российского увидела только а этот на трассе а вот на квас жилого брожения вот этот табачка зайдем в их местную максимум там дюше скупили лимонад российский максимум зайдем а я забыла какао кристины и сталина забрать она остается на даче это надо какао водички можете попить заехали в общем за как говорится зачем я забыла за какао и шоколадки а набрали горы всего и вредного даже смотрите что у нас тут только красной рыбкой булочки все на свете все едем на дачу смотрите мы стоим в вихре едем уже на дачу на дачу поезд едет и сталина в сторону нарвы какой длинный длинный а у меня здесь из положения лежа знаете ли у меня наблюдающие термин лимонад сна